здравствуйте мои друзья сегодня я хочу приготовить плов для того чтобы приготовить плов я подготовила морковку рис кумин горький перец лук и чеснок я приготовила ребрушки баранины посмотрите вот ребрышки масло 130 грамм соль все приступаем мы я включаю на 4 конфорку наливаю масло 130 грамм сразу наливаешь не нагреты нету масло на должно к сковородке нагреться когда она нагреется я буду ребрышки туда положу я нарезаю лук то есть они дольками будет не мелко лук это для мяса дало я сначала положу мясо потом сверху лук крупными да такими кусочками я буду бросать ребрышки барани у меня ребрышки полкило закрываю они жарятся у меня но тем временем друзья и что я хочу сказать вам нужно на плов полкилограмма мясо полкилограмм морковки и полкилограмма риса 500 грамм это умеет у меня здесь 500 грамм оно хорошо должно под низом оно схватиться мясо должно а потом это сверху будет мук у нас и я буду дальше показывать рис полкилограмм нужно промыть потому что на рисе крахмал видите оно такое как молоко вот как молоко его надо мы промывать до тех пор пока вода будет чистая сливаешь сливаешь еще раз вот друзья отправляем Управляем лук на мясо. Сверху? Да, пока сверху. А потом я перемешаю. Начинаем резать маркетку. Смотрите, друзья, я режу на три части. Ну, смотря какая по длине у вас будет морковка. Может длинная, на четыре части. Вот на такие части. А теперь режем мы дольками, чтобы у нас получилась соломка. Вот так, видите, получается соломка у нас. На терку нежелательно терить. Что-то на тарелке написано. Общепит. Прикольно. Друзья, теперь я соединю. Перемешаю лук с ребрышками. Сколько крахмала, да? Угу. И поэтому он у нас не пается. Да, и он становится вот такой беленький такой вот. Готовый рис. Лук от мало вообще стало, да? Угу. Там под низом, наверное, здесь. Хорошо. А мясо по времени вот так вот сколько его надо? Ну, посмотрите, это, баранина она дольше. Угу. Это на четыре, да, сейчас? Сейчас на четыре, да. Друзья, отправляем морковь. Мясо. Сколько у нас по времени мяса уже до этого? Приблизительно, да? Ну, где-то минут два. Так. Двадцать минут. Ага. Вот. Ты просто сейчас сверху так, да? Да. Перемешивать не будешь? Нет. Все слоями жарится. Слоями. Так. Друзья, добавляю луковицу. Прям бросаешь? Бросаю целую, не чищу даже. Угу. Вот так. И перец горький. Прямо туда, прямо закапываю. Угу. Чтобы оно напиталось все. Интересный метод. Вот. И, друзья, посыпаю зирой. Кумин зирой. Здесь 10 грамм. Да. Эта пачка. Вот сейчас 5 грамм сюда. А потом еще рис посыплю. Сверху еще рис, да? Угу. Так вот. Посыпаю зирой. И заливаю водой. А. Вот так вот даже. А сколько воды надо? Ну вот, чтоб залито было. Ну чтоб сверху, да? Прямо так? Да, да. Вот так. Ага. Вот. Сейчас оно закипит и я посолю. На 4 это делаешь? Да. Оно должно закипеть, а потом я на медленный огонь. Угу. И оно у меня минут 20 будет тушиться. Это все. Хорошо. Так. Так. Сейчас закипит и я посолю. Как только закипит, да? Да. Как только закипит, я сразу посолю. А солить нужно немножко посолонее. Потому что, когда рис добавишь, рис в себя втягивает соль тоже. Ага. И должно быть немножечко посолонее. Вот закипела вода. Вот. Я солю. Ну, так пока столько. Ну, пол ложки. Пол ложки столовой. Столовой, да. Угу. Ну, сейчас буду пробовать. На вкус. Как оно? Угу. Ну, все. Что, солененькая? Нормальная? Угу. 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 что скажешь хорошо вот у нас уже готовое мясо все протушилось у нас только приблизительно по времени ну где-то полчаса минут 40 45 надо пока мутере за дело в том что это это баранина а если вы с курицы будете делом меньше со свининой то времени меньше но вы должны знать что пробовать надо до пробовать пожародина и баранина не пожестче надо подольше а курицу и свинину поменьше это самое по времени высыпаешь высыпаю кажется так мало риса как приготовиться ну полкило риса да вот распределяем мы его вот так просто так вот сверху до начинаем так вот немножко чтоб водичка покрылась и вот так рис должен покрыться чтоб было на один сантиметр воды был вот мне придется добавить еще водички потому что он это должен быть на сантиметр больше водички то есть он всю эту жидкость он берет себя да получается когда сварится сразу будешь до теперь воды добавишь ну я буду пускай она это тушит а потому что казан у нас такой вот там я чувствую что воды много а то будет водянистая я потом процессе этого будешь смотреть да буду смотреть а можно потом добавлять конечно нужно это самое вот у меня же готовая водичка желательно горячую добавлять водичка кипяточек чтобы процесс не прекращался до 15-20 минут будет готовиться хорошо закипела и правда на единичку и ждем 20 минут друзья уже все готово рис дошел у нас и мы будем перемешивать сейчас достанем перчик и головка чеснока ну вот все готово лох готов надо ему еще до постоять или он должен немножко минут 15 постоять и постоять и выключить выключу и постоит он дойдет смотрите какой получился у нас пол аппетитный друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайк до новых встреч они Продолжение следует...